Друзья, всем большой привет! Сегодня у нас начинаются, наконец-то, работы по дому. До Нового года осталось совсем немножко, буквально три месяца. А как вы помните, каждый год к Новому году мы стараемся как-то обновить наш дом уже внутри. Я думал начать с лестничных проемов, сделать сейчас вот эти все кафельные нюансы, ступеньки. Но давайте пойдем поочередно. Решили начать с дверных проемов, с откосов окон. Некоторые окна у нас до сих пор находятся в таком виде, их нужно красиво обрамить. Дверные проемы уже прям просятся, тем более, что с ними все уже завершено, все вопросы решены. Кто-то говорил, что деревяшка сядет, появятся щели, будет дуть, поэтому мы все это не закрывали, а ждали, что будет ли так. Нигде ничего не дует, все хорошо, но тем не менее утеплить все-таки стоит. В первый год также были проблемы с дверью, она текла. Но текла потому, что мы только въехали, заработали радиаторы, и, собственно, поэтому у нас вот здесь все текло. Сейчас такой проблемы уже нет. Интересность для вас будет то, что дверь находится у нас дом-улица, а не дом-подъезд. То есть, значит, к ней требования намного больше. И второе, хочу утеплить ее через простое ламинированное ДСП. Не МДФ, не пластик, а просто ЛДСП. Ну, так решил, почему бы и нет. Кто-то тоже сейчас напишет явно, что оно разбухнет, но есть у меня для этого определенные секретики, которые я вам сегодня покажу. Пока я вот это все рассказываю, для вас в некоторых местах оставляю кадры, как мы устанавливали входные двери. Может быть, вам этот видос будет интересен для тех, кто, в принципе, только начал вообще эти работы. Почему не стесняюсь показывать такой выпуск? Потому что, я имею в виду, как мы их устанавливали, потому что второй год уже полет нормальный. Все работает хорошо в штатном режиме, все замечательно. У нас три двери. Будем делать все три проема сегодня. ДСП вот в таком ключе. Почему такой размер? Все очень просто. Я взял рулеточку, ей замерил, получилось 2,070. Это все дело я отметил здесь. Друзья, сразу совет для тех, кто еще находится в штукатурной жизни. Штукатурьте ровнее. Поэтому мне придется с этой ДСП немножко поработать. То есть, я сейчас одной стороной мы приложим, будет все ровно, а другую сторону немножко придется подпилить, там буквально эти 8 миллиметров. Для этого я буду сегодня использовать свою циркулярку и торцовочную пилу, как обычно. То есть, все, братцы, давайте. Времени мало, работы много. Поехали. Ну, друзья, сказать, что я в шоке от октября, это ничего не сказать. Говорят, что очередное второе бабье лето планируется на этой неделе до 23 градусов. Хотя предыдущий видос, вы видели, я снимался уже прям в теплой осенней куртке. Ну, для того, чтобы начать нам работу, я должен немножко рассказать вам о новом аппарате, который взял на обзор. Как говорится, представляю вашему вниманию новую торцовочную пилу. 305-й диск, 2500 оборотов, ДКМ-лазер. Лазер говорит нам о том, что она умеет лазером показывать направление реза. В комплекте прижимы, ручки, главный винт, инструкция, ну и, конечно же, сама торцовочная пила. Коробку вниз, пилу наверх. Как вы поняли, никаких специальных приспособлений для сегодняшней работы нам не требуется. Да? Так обычно пишут хейтеры про китайский инструмент. Ничего полезного ты не показываешь. Посмотрим. Это для выставления градусов. В комплекте у нас пылесборник, запасные щетки и два шестигранника. Ручки для переноски. Так, вторую. Ну и, конечно же, эта пила умеет ездить. Лазер включается здесь. Большим пальцем отводите блокировку. И основной кнопкой включаете уже пильный диск. Все. Несем ДСП и посмотрим, насколько она четенько пилит. Какая у нее скорость оборотистости. Это важно. Сможет ли она ДСП пилить без сколов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне нужно напилить много всяких разных отрезков, потому что там где-то их надо будет подкладывать. И как раз посмотрим, как работает эта вся штука. Лазер, посмотрим. Включается он вот так. На солнце его видно только вот так в тени, когда создаю вот такой теневой район. Смотрите. Не знаю, видите вы или нет, но я вижу. Вот она полосочка. Сколько я работал с торцовками с разными. В какой-то момент его закидывают опилками, и он потом не особо работает. Мне главное, что пилит ровно, и что сколов мало. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Попробовал в быстром варианте попилить. Прям очень быстро. Ну, вот такие вот скольчики. Если медленно пилить... О, с другой стороны вообще их нет, смотрите. Другая сторона максимально идеально чистая. Вообще сколов ноль. То есть сколы, получается, есть только на той стороне, которая лицевая, где пилю. С другой стороны чисто. Вот так, кстати, в пазе сейчас очень хорошо видно работу лазера внутри. Вот. Прям прослеживается. Слушайте, ну мне нравится. Прикольный аппарат. Я, наверное, кричу, у меня наушники просто на ушах. И очки не одеты были всю дорогу. Техника безопасности вообще на низком уровне. Извините. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А вы знаете, я понял, почему сколы. Все просто. Аппарат не прикручен, поэтому его немножко начинает болтать вместе со столом. Смотри. Он вон какой люфт. И он немного зацепляет. То есть сколы по моей вине на самом деле, а не по вине аппарата. Он должен быть на жесткой станине закреплен. А я его просто поставил, так, знаешь, безалаберно. И надеялся, что у меня будет... Но опять же, какие сколы. Вот, смотрите. Какие сколы. Это что за сколы? Это никакие сколы. Так, теперь... Эти друзья вон сидят там, обалдеют. По поводу теперь, как защитить эти торцы от того, чтобы они разбухли от воды. Вот этим чудо-средством, соединяя его, мы получаем, можно сказать, полиэтилен. Нанеся даже на бетон, вы получаете полностью защищенный бетон от всех возможных вообще осадков и так далее. Именно этим материалом мы защищали ОСБ цоколя перед тем, как зашивать его хаубергом. Так, все, Жень, понесли доски и отмеряем верха. Для этого нужно принести лазерный уровень. Нужно лазерник как-то задрать повыше, чтобы он нам стрелял в самую верхнюю часть. Примерно вот на такую высоту. Прикольно. То есть, по сути, я сейчас просто вот здесь ставлю точку, вот здесь, да, на высоту, какую нам необходимо. И линейкой мы уже угольником отмеряем все одинаково. 90. Да. То есть, вот я выбираю сейчас, смотри, да, вот так же будет у нас. Высота прямо по металлу, правильно? Поверху металла. Сейчас отмечаем здесь 0 градусов. Все по нолям выставил. Отпиливаем верха сейчас. Лазер, вот он лазер, показывает идеальность. Все. Так, теперь идем в цех продольного распила. Я поехал. С этой стороны у нас идеально, Жень. Я не ожидал. Это та сторона, которая у нас видимая. Что мы с ней сделаем? Отложим аккуратно, потому что там лицо. Теперь переворачиваем эту, но перевернуть ее надо вообще, да. Мне очень нравится, как работает циркулярка. В плане того, что она не портит эту. Иду по внешней линии. Уношу на распил. Вот в этом плане меня немножко ДСП пугает, что он очень, мне казался, пластик ласковый. А ЛДСП тоже ласковая. Чуть что отколоть. Вообще секунду. Сейчас, Жень, надо будет развести вот это суперсредство и пройти торцы. Мы тем более, что уже закончили. Оно же быстро сохнет. Пройдем торцы аккуратненько. Потом двухсторонний скотч специальный, который липнется там и там. И можно приклеивать, запенивать. Продолжение следует... Все становится на свои места. С маркировочками это крайне удобно. Левая дверь, низ. Я там даже оставил запись по тонкам, что это было сделано в октябре 2022 года. И эта сторона, эта правая, тоже дверь, низ. Теперь смотри, мы сейчас на все устанавливаем ровно под 90 градусов. Ставим сюда две 8,7. Вот туда наверх. Я прямо это сейчас сделаю. Приносим вот эту 8,7. Я ее просто сейчас так, смотри, сверху вкладываю, как полочку. А ее надо обрезать? Ее надо обрезать, конечно. Мы сейчас ее отметим. А так мы ее не можем положить просто? Как? Ну просто, пусть она не обрезана. Все равно там ее не видно. Нет, нам обрезать только вот тут надо. А, ну все. Вот. Обрежем. Сейчас вот здесь отметки сделаем 90. Просто прикручиваем ее сразу там саморезами. Понятно? И у нас уже готовый короб, который просто вставляем. Тут подпенем, там подпенем, зажмется. Тут подпенем, там подпенем, зажмется. И так все потихоньку зажмется. Только единственное, что, как я говорил, нам сейчас важно сделать гидроизоляцию. Потому что если короб будет немножко подмокать зимой, то у нас будут проблемки. Получается сегодня обработка всех трех дверей сразу. Это называется конвейер. Да, мы сейчас сразу их покрасим этой защитой. Сразу же все сделаем. Они быстренько высохли. И все. И мы все фиксируем сразу за раз. И нигде анкеров, нигде саморезов. Все ровненько, аккуратненько. И все. Да? И гидроизоляция защищена. Я иду пилить 87. Так, здесь тоже помечаем лево-право. И забираем. Как у меня все ровно в доме. Вообще просто. Смотри. А я на папу ругаюсь, что у него погрешности есть небольшие. Пап, прости меня, пожалуйста, что я говорю, что у тебя есть в доме погрешности. У меня они тоже были, есть и будут. Так, хорошо, поехали. Так, ну и пользуясь случаем, друзья, пару слов я должен рассказать об этом аппарате. Продольный пил у него 330 миллиметров, то есть 33 сантиметра, другими словами. Имеет лазер, имеет возможность пиления продольного. Все возможные величины и углы, которые на сегодняшний день существуют, в принципе, в геометрии, он может легко повторить. Еще раз компания ДЕКО, еще раз модель ДКМ 2500-305, то есть 2500 это обороты, 305 это у него размер пильного диска. И возможность пиления лазером. Сегодня, поработав им, я его полностью испытал. На все возможные мероприятия мне все устраивает, мне он понравился. Конечно же, займет свое место в нашем будущем гараже, свое почетное место, вместе с другими аппаратами, которые у меня есть. Думаю, будет служить долгие годы. В свою очередь, я хочу сказать то, что все, что я вообще показываю, все, чем я пользуюсь в своих видосах, я всегда оставляю в описании под видео в виде ссылки. Так что, друзья, переходите, смотрите, пользуйтесь, радуйтесь и приобретайте. Ну, а мы продолжаем дальше, теперь уже собирать то, что сегодня мы напилили. У нас есть вот такая лента акриловая соединительная, вообще крепит просто нереально, но это тонкая. А есть вот такая, крепит тоже нереально, вон, видите, там силикон, но у нее зазорчик примерно около миллиметра. Я Жене предлагаю, что зазор это неплохо. Мы делаем миллиметровый зазор, проходим белым герметиком аккуратненько вдоль. У нас получается и отрывается ДСП, и крепится нереально. И третье, плюс в том, что мы резиновым герметиком потом вот тут проклеиваем, и все у нас, в общем, хорошо. То есть, я считаю, Жень, все-таки делаем, короче, мы на этот силикон. Да, на силикон делаем, и все, вот на этот. Это дорогущая штука, между прочим, дорогущая. Там стал пластик тепло, то есть он тоже подходит. Тоже подходит, но он тонкий. Надо попробовать и так, и так. Сейчас решим. Субтитры сделал DimaTorzok Так, вот я вам первую часть-то показал, как я это сделал, но не показал, как я это делал. То есть, смотрите, я положил 90 градусов, взял панельку, вставил ее вот так, первоначально, то есть не отклеивая самоклей. Вставил, приложил, как это будет выглядеть. 90 градусов подогнал, пометил это все маркером, то есть карандашом. Убираем, убираем. У нас есть полностью отметка. То же самое мы делаем с этой стороны. Прикладываем в самый край, как мы будем это клеить. 90 градусов. Все отметили. Теперь можно снимать защитный слой. Таким образом, друзья, хочу показать, смотрите, вообще не примыкает даже к металлу. То есть, так как там есть силиконизированный защитный слой, он просто не дает возможности примкнуть. Плюс защита покрытием. Соответственно, я на 100% уверен, что ДСП у нас защищено. Вот этот пазик, который остался, я акрилом залью, акриловым герметиком. И протяну. И все, и будет все классно. Сейчас Женя его купит, привезет и сделаем. Здесь мы запеним по максималке, сколько это возможно. Остальное замажем раствором, заштукатурим вровень. Это будет максимально тепло, крепко и эффективно. Друзья, в начале ролика я вам говорил о том, что мы заходим в дом и начинаем делать отделку. И не могу с вами не поделиться новой своей покупочкой. Секунда, буквально секунда. Смотрите, что мне пришло с Алишечки. С Алишечки мне пришел детектор, который ищет проводку, арматуру и прочее. До этого у меня был детектор, работал он крайне отвратительно. Эта же штука показывает прям буквально до сантиметра, где находится проводка. Видите, розеточка, да? Берем. И точно под ней можно в процентном соотношении, можно найти центр, можно найти глубину, можно найти все, что угодно. Он показывает, где находится проводка. Теперь смотрим выключатель. Вот. Он, видите, в процентном показывает. 21, 22. И мы понимаем сейчас, что выключатель прям под ней, ну то есть в центре. Сюда гвоздь бить нельзя. А дальше без проблем. Дальше без проблем. Хоть куда. Но здесь нельзя. Ссылку оставлю в описании. Название прибора. Вот оно. Что еще мне понравилось? Он заряжается от Type-C. Такой, знаете, модненький приборчик, короче, которым можно, наверное, еще и клад искать. Я еще не сильно разобрался. Думаю, что здесь можно и так разобраться, но на всякий пожарный я попросил нашего замечательного друга с Алиэкспресс прислать мне инструкцию на русском. Смотрите, в комплекте сам Type-C. Потом чехольчик красивый, модный. Ну и инструкция. И красивая такая крышечка. В общем, я думаю, что этой штукой я буду пользоваться 100%. Вот там сейчас за телевизором, вон там, вон там, видите, за штукатуринок. У меня все было просто. Шла электрика, я знал откуда. Знал, куда опускается. Думал, что в этом месте, ну точно нет провода. И как я потом смотрел на своих фотографиях, когда я прокладывал проводку именно в этом месте, мне почему-то захотелось немножко вильнуть, буквально там на какие-то миллиметры. И получилось, чтобы повешать мне кронштейны, я прям впилился конкретно в проводку. Короче, было грустно, но хорошо, малой кровью автоматы отрубились, и я очень быстренько это все подкрутил, замазал, и все хорошо. Но с этим аппаратом, я думаю, я бы туда и не попал, ну в проводку. Вот она, проводочка. Вот мы ее нашли. Центр. То есть вот сюда гвоздь забивать не стоит, а сюда можно. Так, друзья, кто уже начал писать комменты, я знаю, что такие явно есть. Ну, я сам сейчас уже начал. Все, стирайте. Мы расперли проемы. Ничего у нас не раздуется за ночь. Вот. Так что все классно. И здесь все расперли. Такой, знаете, защита от зомби. А, вот, что хотел показать. Завтра вот этот медок поедет к одному из наших заказчиков. Вот, сейчас я его упакую. Вот такой вкуснецкий. Заказывайте. Жарковский-мед.р. Всем отправлю. Мед еще есть. Очень вкусный, классный мед. Пишите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В общем, предварительно показываю. Потом еще готовность покажу. Понятное дело, что вот эти все нюансики мелкие. Ну, они потом незаметны будут, но я их еще белым грунтом пройду потом. Помоем, когда все белым грунтом здесь везде пройду аккуратненько. И все это прям будет на века, как и здесь. Все будет аккуратно, красиво выглядеть. Суперовски. Но портал просто чудесный. Не знаю, мне нравится. Сейчас опять скажу, что я сам себя расхваливаю. Но, братцы, скажите, а? Единственный косяк, который здесь есть, и от этого уже не уйти. Когда изначально я планировал окна и двери, все было на одном уровне. Но потом мы решили порог не делать. Ну, чтобы был красивый подход. Сначала-то порог планировался. И в конечном итоге получилось, что дверь опустили. От окна она ушла. Но я думаю, это не будет заметно. Тем более, если на окне мы потом сделаем шторку. Не знаю. Ну, наверное, сделаем. Вот. И будет здорово. Так, друзья мои, что хочу сказать. В итоге все сошлось ровненько. Все сошлось хорошо. Вот эти все нюансы мы, конечно, еще подмажем. Пройдем герметиком. И все это будет ровненько, красиво и замечательно. Но уже, смотрите, порталы как смотрятся здорово. Вот отсюда особенно. И я думаю, что будет теперь тепло, комфортно и красиво. Это точно. Увидимся через неделю. До скорых встреч. Но мы теперь в отделке дома. Так что подписывайтесь, кто не подписан. Будет интересно. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok